Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. Вот история о великолепной Франции, конечно же, о женщинах. Один муж предупредил свою жену. Сударыня, у этого человека есть на вас какие-то права? Он был не учтив с вами в моем присутствии, я этого не потерплю. Пусть он грубит вам, когда вы с ним наедине, но не оказывать вам уважения, когда я рядом, значит оскорблять меня. Один человек пил в гостях превосходное вино, но от похвал воздерживался. Тогда хозяин дома велел подать ему другое вино, гораздо хуже сорта. Тут молчальник сказал, хорошее вино. Хозяин возмутился, но это же пойло за 10 су, тогда как то, что вы пили раньше, истинный нектар. Гость ответил, знаю, поэтому я о нем ничего и не сказал. Оно в похвалах не нуждается. Некто указал на женщину, сидевшую напротив него за столом, и спросил у соседа, не жена ли она человеку, сидевшему рядом с ней. Сосед, видевший, что последний за все время не перемолвился с женщиной ни единым словом, ответил. Одно из двух, сударь. Либо они незнакомы, либо она его жена. Когда одному господину посоветовали вступить в брак, он ответил, у меня всегда были две страсти к женщинам и к холостой жизни. Первая уже угасла, значит, надо лелеять хотя бы вторую. Одна дама овдовела. На следующий день после похорон даму навестил ее духовный наставник и застал ее за игрой в карты с изящно одетым молодым человеком. Священник был ошеломлен. А дама сказала, сударь, явись вы на полчаса раньше, вы бы застали меня всю в слезах. Но я поставил свою скорбь на карту и проиграл ее. Миробо как-то сказал, женщин надо или любить, или знать. Третьего не дано.